Говорит, فَمَنْ رَغِبَ عَنِ الْجَمَاهَ فَارَقَهَ فَقَدْخَالَ عَرِبْقَتَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُبِّهِ وَكَانَ دَلْلًا مُدِلًّا Тот же, который устремится выйти из этой общины, или выйдет из этой общины, вофаракаха, и разъединится с ней, или отойдет от нее, فَقَدْخَالَ عَرِبْقَتَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُبِّهِ Тот, скинул петлю Ислама со своей шеи, Или тот убрал петлю Ислама со своей шеи, и стал тем, который заблудился и заблудил остальных. Сейчас разбираем вот этот отрывок слов имама Аль-Бар-Бахари. Во-первых, что касается его слов, Тот, который вышел из общины, то есть имеется ввиду, отошел от истины, или от тех, которые придерживаются истины, тот скинул петлю Ислама со своей шеи. Так, со своей шеи, эти слова имама Аль-Бар-Бахари основываются на хадисе, которые приходят со слов пророка, где он сказал, то есть перечислял посланник Аллаха то, что приказано его общине. И из того, что он перечислял, он сказал, и вам приказано придерживаться истины, и единой общины тех, которые придерживаются этой истины. Сказал, тот, который отошел от общины хотя бы на пять, тот сбросил или убрал петлю Ислама со своей шеи, кроме как если обратно туда вернется, то есть обратно вернется к этой общине. Этот хадис приводит имам Ахмад и Тирмиди. И хадис годится в довод, так является доводом. И именно эти слова привел имам Аль-Бар-Бахари в своем матне, так в своей книге. И у себя подпишите, что такое рибка, что такое петля, что здесь имеется ввиду. Рибка это хабль, так, это такая веревка, такая веревка. Давай по-арабски не будем записывать. Или просто зачитаем по-арабски, кто хочет потом перепишет просто записи так, а здесь просто перевод скажем. То есть рибка это такая веревка, от которой входят еще веревки. То есть одна большая веревка, как канат, так. К ней привязаны много маленьких веревок. И каждая из этих маленьких веревок на конце ее петля, которая на шее определенного животного. То есть так было у арабов, во время чего, то есть в древние времена они так пасли овец. То есть один пастул держал одну большую веревку, от которой отходили маленькие веревки. И на конце каждой веревки была петля, то есть одна петля на одного животного. Понятно ли нет? И когда пророк Солсен говорит, то отошел от джема, от группы или от общины, то есть имеется ввиду от группы людей, которые придерживаются истины, тот убрал со своей шеи петлю. Что имеется ввиду под этой петлей? Вот та конечная петля. То есть он как бы себя скинул и вышел из общего стада, или из общей группы, или из общей общины. Он отошел. Понятно ли нет? И говорит, иллян ярджа, кроме как обратно вернется. Кроме как вернется обратно. И в данном хадисе имеется ввиду выход из подчинения правителю мусульман. То есть мы говорили, что джема, это основа, перевод этого слова. Какое? Аль-Хакку-Ахну. Истина и те, кто придерживаются этой истины. И еще слово джема в шариате используется как группа людей, которые находятся под единым правителем. Понятно ли нет? И в некоторых хадисах, когда говорится, кто вышел из джема, то есть из группы мусульман, тот что? Тот скинул с себя петлю ислама и тому подобное. Здесь имеется ввиду тот, кто вышел из под подчинения правителю мусульман. Понятно ли нет? И этот вопрос глубокий. То есть обязанность подчинения правителю мусульман и запретность выхода против него глубокий. И дальше его имам Аль-Барбагари приведет в свои книги. Поэтому сейчас мы не будем углубляться в этот вопрос. Так, в этот вопрос углубляться не будем. И будем разъяснять его в мелких подробностях дальше. То есть когда непосредственно имам Аль-Барбагари явно заявит об этом вопросе. Так, и говорит, видишь, Здесь еще есть другой хадис. Так, другой хадис от Анаса ибну Маликова, имама Бухарии, муслима, где пророк с Аллахом сказал Тот, который вышел из моей сунны намеренно, тот не из меня. То есть тот, которому не нравится моя сунна, тот не от меня. То есть я к нему не принадлежу и он ко мне не принадлежит. То есть это что? Бара отречение пророка с Аллахом от этого человека. То есть имам Аль-Барбагари привел вот это предложение, основываясь на этих двух хадисах. Понятно ли нет? Основываясь на этих двух хадисах. Вообще выход от Джамаа, тот скинул от себя петлю, это первый хадис, Хари Салашари, так или нет, у Ахмада Тирмили. А что касается выражения Фаман Рагиба, кто выйдет из Джамаа намеренно, желая выйти, так или нет, то это он взял из хадиса Анаса ибну Маликова, имама Бухарии и муслима. У имама Бухарии и муслима. Тот, который совершит такое, станет заблудшим, заблужденным. Здесь у себя подпишите, что имеется ввиду по словам заблудшим, заблужденным. Здесь имам Аль-Барбагари имеет ввиду либо неверие, либо нововведение. То есть тот, кто выйдет из Джамаа, из единой общины, имеется ввиду отстраниться от истины и тех, кто ее придерживается, либо же выйдет из подпочинения правителю мусульман, тот станет заблудшим, заблужденным, имеется ввиду, либо кафером станет, то есть выйдет настолько, что вообще выйдет из Ислама, либо муксадьям, либо станет нововведенцем. Понятно или нет? То есть выход от истины может стать, может быть, либо неверием, либо нововведением. А вообще слово «даляль», слово «заблуждение», в шариате у него есть шесть значений. Слово «даляль», в шариате, используется для обозначения шести разных вещей. У себя все это нужно будет записать. Во-первых, под словом «даляль» иногда имеется ввиду куфр, иногда имеется ввиду неверие. Как в словах Всевышнего Аллаха, «Ва мэйю шрикбиллях фа каддалля балалалам ба'ида» «Тот, который предаст Аллаху со товарищей, тот заблудился далеким заблуждением». Это в Суре Ан-Ниса, 116 аят. Вы себя подписываете также в Суре Аят. Для чего? Для того, чтобы ты потом знал, что слово «даляль» в шариате используется по шести значениям. Тебе скажут, какой у тебя довод. Ты скажешь, во-первых, используется как в виде неверия, так или имеется ввиду под словом «даляль» неверия. Тебе скажут, какой довод. Ты скажешь, «Ва мэйю шрикбиллях фа каддалля балалалам ба'ида» «Тот, который предал Аллаха со товарищей, тот заблудился далеким заблуждением». Суре Ан-Ниса, 116 аят. Что за заблуждение здесь имеется ввиду? Тот, который предал Аллаха со товарищей. Имеется ввиду неверие, так или нет. Заблудился далеким заблуждением, имеется ввиду стал неверующим. Второе значение слова «даляль» это «беда». То есть словом «даляль» иногда в шариате обозначается «нововведение». В первом случае что обозначает, сказали? Неверие. Во втором случае – «нововведение». Где пророк сказал, что сказал? «Ва кульлю бедаатин даляля». Видишь, каждое нововведение является заблуждением. В этом хадисе тебе довод на то, что в шариате под словом «даляль» иногда может иметься ввиду «нововведение». Третье значение слова «нововведение» используется на кого? Третье значение «даляль» – «гайруль мухтади». Используется на того, кто сбился с прямого пути. Сбился с прямого пути. Довод на это какой? Основа в арабском языке. То есть основа в арабском языке «асль» – «асыль», то есть основа его в арабском языке. Слово «даляль» – «заблуждение» – это что? Заблуждение, то есть отход от прямой дороги. То есть если человек, например, шел домой и пошел по другой дороге, заблудился, ушел в другую сторону, что про него говорят? «Даляль» – «заблудился». Так или нет? Говорят «заблудился». Это его основа в арабском языке. В четвертых, словом «даляль» обозначается «хата» – «ошибка». Обозначается «хата» – «ошибка». То есть, если человек ошибся, про него в шариате можно сказать как валь заблудший. Как сказал пророк Муса, алейхиссалям, когда фараон что ему сказал? Ты сделал свое дело, то есть ты убил человека. То есть ты некогда, когда жил среди нас, убил человека. Муса, алейхиссалям, убил его намеренно или нечаянно? Убил его хатан, так или нет, по ошибке убил. То есть он не собирался его убивать, он просто ударил его, а тот не выдержал удара и умер. То есть убил его как? Бельхата, по ошибке. И Муса, алейхиссалям, что ему сказал? Сказал, да, я совершил это деяние, и тогда я был из заблудших. Имеется ввиду, как понять заблудших? То есть из тех, кто ошибся в этом действии, так или нет, совершил действие по ошибке. И обладатели знания говорят, это сура аш-шу'ара, 20 аят. Сура аш-шу'ара, поэты, 20 аят. Ученые говорят, поэтому исходя из этого аята, слово далаль, заблуждение, можно им его использовать для обозначения ошибки. Пятое значение слова далаль, шу'ара, 20 аят. Пятое значение слова далаль, аннисьян, забывчивость. Если человек что-либо забыл, про него тоже можно сказать далль, заблудший. Забыл, то есть заблудился, несьян. Как сказал Всевышний Аллах во второй суре, сура аль-Бакара, 282 аят. Сказал, антадылла яхдагума, фатузаккира яхдагума ал-ухра. Если забудет одна из них, то напомнит ей вторая. Где Всевышний Аллах говорит о том, что если не нашли, что, двоих мужчин как свидетелей, то возьмите одного мужчину и двух женщин. Вопрос, зачем две женщины нужны? Почему не взять одного мужчину и одну женщину? И в итоге будет два человека, так или нет, два свидетеля. Потому что Вещий Всевышний сказал, антадылла яхдагума, если забудет одна из них, то есть из женщин, фатузаккира яхдагума ал-ухра, то ей напомнит вторая. Фатузаккира. Что такое тузаккира? Смотри, слово антадылла, если сделает далаль одна из них. Можно как понять? Забудет, можно понять ошибется, можно понять что-то другое. Но вот эта оконцовка этого аята, фатузаккира, напомнит ей вторая. Отсюда понимается, что по словам далялю использовалось, имелось ввиду забывчивость. Имелось ввиду забывчивость. Еще раз, вторая ссора, 282 аят. И шестое значение. Слово даляль, заблуждение в арабском языке или в шариате, используется на аббалля. Балля это животное, которое заблудилось от стада. Так, животное, которое заблудилось от стада. Или же какая-то утеря. То есть, если ты что-то передал, это твоя балля. То есть, то, что ты ищешь. То, что находится, то, что является целью твоего поиска. То есть, если ты что-то потерял, допустим, человек потерял телефон, или потерял фонарик, или потерял обувь, или тому подобное. То есть, он что делает? Ищет этот предмет, и этот предмет является кем? Балля. То есть, предметом, который затерялся. То есть, утерянная вещь, утерянная вещь, тоже называется в шариате словом даляль. На него употребляется слово даляль. Все? Запомнили? Значит, слово даляль в арабском языке, точнее в шариате, бывает шести значений. Либо куфр, либо нововведение, либо заблуждение с прямого пути, либо ошибка, либо забывчивость, либо предмет поиска. То, что затерялось, утерялось. Утерянная вещь. Ясно? Все, дальше поехали. А что касается имама-ль-Варбагари, то здесь он имеет в виду, «Вакайна бааллан мудыльдан» станет заблудшим, заблуждающим. Имеет в виду, либо неверие, либо что? Либо нововведение. Либо неверие, либо нововведение. Дальше говорит имам-ль-Варбагари.